Здравствуйте и добро пожаловать на канал. Сегодня я предлагаю посмотреть, как я вяжу шапочки для своих игрушек. У меня нет стандартного описания, либо стандартной схемы, как я вяжу, так как у меня абсолютно по-разному связаны все шапочки. Вот это неглубокая шапочка и она более здесь плоская. Если мы посмотрим на шапочку черепашки, то она более глубокая. Что еще сказать? Вот по высоте, в общем-то, мы видим, что связана вот так вот как бы горочкой панцирь черепашки и также связана шляпка. Но у шляпки после завершения вот этой глубины шляпки нам нужно связать поля, расширяющие шляпку. Вот в этом случае, допустим, здесь она без полей, здесь она просто обвязана рачьим шагом. Вот такая шляпка маленькая, одна из первых, она связана рисунком, связана разными видами пряж. И я покажу, как вязать вот такой подобный рисунок, вывязывать на изделии, на любом причем. Вот что еще касается этой шапки, шапочки, шляпочки. Здесь поля у нас идут из пико, то есть три воздушные петельки, и присоединяется ниточка к основной, к полю шляпки. Снова пико из трех воздушных петелек, и вновь присоединяется. И вот все поле шляпки состоит из пикошек из таких. Ну, а сейчас давайте приступим к вязанию шляпки. Нам понадобится крючок и пряжа. Пробовала уже несколько раз. И хочу, чтобы получилось у меня. Мы делаем петельку. Я буквально вчера научилась этому методу. У меня не получалось. Тянула, тянула. Вот сделали восьмерочку. Ну, вернее, вот так. Здесь у нас хвостик. Завели крючок от себя. Сделали круг. Захватываем рабочую нить и продеваем через петельку. Сейчас проверяем. У нас должно затягиваться. Должна вот эта петелька затягиваться. У меня чаще почему-то затягивается не она. Вот опять тяну, опять не она затягивается. Вот эта. Никак не получается. Уже и так делала, и так. Вот получилось. Вот нам нужно сделать так, чтобы вот этот хвостик, когда мы тянем за этот хвостик, видели, как я закручивала. Либо так, либо по-другому. Пробуйте, чтобы вот этот хвостик, когда мы тянем за него, у нас вот эта петелька закручивалась. У меня никогда не получалось. Вчера только попробовала. И сами видите, еще путаю. И так, побольше. Вяжем две петельки воздушные, еще кроме вот этой основной, которая у нас затягивается. И вот в эту большую самую первую петельку мы провязываем 6, ну или 7. Смотрите на свое усмотрение столбиков без накида. Смотрите по своей пряже, как у вас будет ложиться. Можем столбиками без накида, можем полустолбик. Полустолбиком с одним накидом. Тоже мне нравится вязать. Причем вязание, вот видите, давайте полустолбиком с одним накидом буду я вязать лучше. Делаем накид и в центр вяжем один полустолбик с одним накидом. Накид вступаем в центр. 2 полустолбика. Ну и совсем затянула. 2 полустолбика. накид 4 накид 5 накид 6 давайте я сделаю накид и 7 полустолбик сейчас затягиваем работу свою эту петельку затянули и у нас получилось что здесь нет отверстия совсем и сейчас ищем вот петельки подъема и вяжем сюда я покажу два вида шляпок немного по-разному одну как с узором вязать и одну просто как улитка и вот как вяжут без петель подъема и так сейчас второй ряд делаем воздушную петельку переходим на второй ряд в этом ряду нам нужно связать в каждый предыдущий столбик по два столбика но я делаю полустолбики можете столбики без накида я делаю стол полустолбики с накидом столбики с накидом в каждую по два раза ступаем у меня должно получиться 7 я всегда путаю 5 5 6 7 что-то у меня тут выплыло ну еще давайте нет наверно уже свяжу еще самое главное когда мы вяжем 6 чтобы у нас вот в самом начале получилась такая ровненькая лепешечка вот мы связали круг и нам нужно присоединиться вот в верхнюю часть здесь вот столбика подъема мы ступаем насквозь через вот эти насквозь вот у нас здесь видно что как бы вот косичка начинается и захватываем рабочую нить далее петелька подъема и мы перешли на следующий ряд у нас вот видите ровный кружочек он прямо вот совсем ровный сразу видно что он не захват не заходит не не вот не вот так не стягивается не обратную сторону он просто вот ровный лепешечкой сейчас мы в этом ряду вяжем через один столбик то есть один столбик мы вяжем у нас у меня же столбик с накидом полустолбик с накидом они вроде так один следующий нам нужно связать 2 снова вяжем 1 сюда вяжем 2 следующий вяжем 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 2 полустолбик с одним накидом вяжем 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 ищем вяжем вот это пряжа солнышко если мне память не изменяет моточек очень давно лежал ну остаток и он видите как раз махначивается не очень удобно вязать подобные пряжи вот получилось у нас это будет дно нашей шапочки если мы хотим связать чуть побольше нужно но нам нужно побольше размером то в следующем ряду мы прибавляем через то есть мы провязываем 2 столбика потом 2 в 1 снова провязываем 2 просто столбика потом следующую петельку 2 в 1 вот так вот если еще больше то там через 3 3 провязываем 2 вместе 3 провязываем как бы вот последовательно и 2 вместе прибавляем 2 вяжем в 1 ну я закончу вот на таком размере донышко и перехожу на тулью либо вот на глубину вот этой шапочки сейчас буду вязать или высота или тулья она здесь тоже вот если смотреть по этим шапочкам то мы вообще вязали это я второй метод покажу а еще есть метод можно вязать вот совсем вот захватывая вот вот таким образом здесь конечно этот ряд будет более сложно связать но это для того чтобы у нас был четкий вот этот контур чтобы вот не просто шапочкой было так вот что ровненько в этом случае у нас будет вот этот край верхней шапочки так обрамлен что видно будет что она ну как бы вот не гладкий он будет переход а вот видно что вот эта вот часть верхняя часть косички будет видна а только потом пойдет ровная часть можно связать допустим вот за одну я сделаю вот две петельки и вот начинаю вязать за одну за заднюю часть косички вот у нас смотрите у нас две их у косички вот если мы вот так смотрим то у нас вот одна вот передняя часть и задняя и вот за заднюю часть косички я буду вязать в общем то здесь тоже будет вот это вот очертание вот этого вот это как бы что донышко заканчивается и начинается боковая часть шляпки нашей и Дочь делает уроки и требует мамы. Дочь делает уроки. Я тебя вроде предупреждала. Дочь делает уроки. Давайте я вам покажу узор. Ступаем насквозь, захватываем другую нить. И следующий ряд будем вязать вот такой розовой нитью. Причем мы будем вязать узор. Единственное, я не высчитала, сколько у меня по кругу петелек. Поэтому я буду вязать наугад. Так приблизительно, только чтобы показать вам, как вяжется узор. Это вот подобный узор. Или вот как черепашка. Вот так вот панцирь у черепашки. Итак, вот мы делаем накид. Ступаем в предыдущую петельку. Вот на ряд раньше захватываем рабочую нить там и вытягиваем ее сюда. Мы можем так закончить вот этот узор как бы. А можем еще сделать один накид и повторно ступить туда. Захватываем там рабочую нить, вот эту, и вытягиваем ее. И провязываем все петельки на крючке. Вступаем в следующий ряд. Ой, ну, в следующую петельку. Давайте я через 2 буду. Вновь делаем накид. Вступаем в предыдущую, в предыдущий ряд. Вытягиваем рабочую нить. Вновь делаем накид. Опять вступаем в предыдущую петельку. В предыдущий ряд. Опускаемся как бы на ряд ниже. Захватываем рабочую нить. Сейчас захватили рабочую нить и провязываем все петельки. Все петельки на крючке. Таким образом мы можем вязать вот такой узор. Вообще на любой шляпке, на любом виде одежды. Захватываем вновь. О, делаем накид. Вступаем на ряд дальше. Давайте я побыстрее буду уже. Мы сейчас вот их не закрепляем. Здесь оставили так. Просто провязали их все вместе. Накид. Вступаем. Накид. Снова вступаем. Захватываем рабочую нить. И пошли дальше. Таким образом мы можем вступить еще больше и сделать вообще пышный столбик. Тогда будет еще красивее. В общем, все в наших руках. Главное видеть хотя бы приблизительно, что и как можно оформить. А там уже полет фантазии. И вот это творчество можно, я считаю, развивать уже на свое усмотрение. Как мы хотим, так и делать. Расширять границы наших фантазий и оформлений игрушек. Одежды для игрушек. Вот петелька подъема у нас была, которая. И мы вступаем вверх. Ну, давайте еще ряд я провяжу таким. Почему я вяжу с накидом? Чтобы побыстрее у нас продвигалась работа немного. Вроде маленькая шляпка. А так как неудобно показывать и через камеру получается очень длительно по времени ее записывать. Если вяжем без камеры, то оно, конечно, в разы быстрее получается. Вот так вот. Продолжение следует... 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 1 петлю пропускаем, в следующую вяжем 1 воздушная петля, 2 воздушная петля, 3 столбик с накидом, 4 столбик с накидом, воздушная петля, 5 столбик с накидом, воздушная петля. Мы можем и 6 и 7 столбиков сделать, то у нас будет вот здесь вот не так ровно, а будет как бы волнообразно. Одну петельку пропускаем и присоединяемся. Мы можем сделать еще, связать воздушную петельку и присоединить воздушную петельку сюда. Можем ее не делать. В общем, это как желаете. Можем здесь с воздушной петельки начать и вязать дальше. Это все на ваше усмотрение. Вот такие обвязки я предлагаю можно связать. Либо такие, либо такие. Либо можно, смотрите, либо можно чередовать один цвет, другой цвет, следующий веерочек еще другим цветом, либо вот менять два цвета. Ну, это уже все зависит от вашей фантазии и от того, насколько вы можете владеть вот крючком. Ну, на этом заканчиваем мазь. А, ну, я хотела еще второй показать. Второй, второй вид. Тоже я мноточек положила, приготовила где-то. и, так, я до скрытого, ни-таки. Тоже я мноточек находилась. Я-то затяской, не накянула, яació рюки. Тоже я deven Kickstarter ивы. Тоже я торыawa к себе вещам. Тоже я Bronко humming эту тему. Это ogrом tenir. Тоже я свое independentендов. Тоже яaltенной HTML. Мантер yummy, STOK. Продолжение следует. И следующий вид, это когда мы вяжем улиткой. Также 3 воздушные петельки. И одну пропускаем. Одна петелька на крючке, одну пропускаем и в третью вяжем. Давайте будем вязать столбиками без накида. Нам нужно связать 6 столбиков без накида. Буду вязать побыстрее, чтобы не задерживать время, не затягивать. Давайте еще все-таки смущает меня, когда вяжем 6 столбиков. Так, вот у нас здесь, а нет, здесь мы сейчас будем улиткой вязать. Вот здесь у нас петельки подъема. И сейчас мы просто переходим уже, получается, на следующий ряд. Здесь нам нужно связать в каждый предыдущий столбик по 2 столбика без накида. Ой, по 2 столбика без накида. Вот мы первый столбик без накида связали 2 раза. Во второй столбик предыдущий 2 раза. 2 столбика в третий. Дважды вступили. Дважды вступили. 1 столбик без накида в следующий столбик без накида в следующий столбик без накида. 1 столбик без накида в следующий 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 Все, нет он еще, один, два, один, сюда два, один, два, один. 1, 2, 1, 2, 1. Я никогда не делаю пометки. Лучше, конечно, если вы не можете ориентироваться по кругу, то лучше делать отметку, где начинается ряд, где заканчивается. Хотя, в общем-то, вот если здесь смотреть, вот это вот кругляшечек, и у нас получается вот здесь 1, 2, 3 ряд пошел, здесь 1, 2. То есть здесь вот уже круг мы прошли. И следующий ряд, ну, можете сделать для себя заметочку какую-то, где вы начинаете вязать, вот допустим, хвостиком. Девочки делают вот так вот, хвостик оставляют, что переходят когда на следующий ряд. И здесь уже делайте, что уже отметочка есть, и знайте, что здесь ряд уже ваш заканчивается кругом. Следующий ряд нужно вязать, пропускаем, провязываем 2 просто столбика. 2 в 1, расширяем мы наше донышко, 2 в 1, в следующую вяжем 2 столбика. 2 в 1, потом вяжем 2 в 1, 2 пропускаем, провязываем просто столбика и 2 в 1. Это у нас идет опять же расширение 2 столбика, 2 в 1. В общем, так мы вяжем полностью ряд, я не буду довязывать, чтобы вас надолго не занимать. Ну, мы вяжем весь круг через 2, 2 просто столбика. И так делаем прибавки в каждый ряд. Когда ряд провязали, к примеру, вот по 2, и нам еще нужно больше, то мы провязываем 3 столбика, просто провязываем, потом в четвертую 2 вместе, 2 в 1 вяжем. То есть мы увеличиваем, когда мы увеличили вот это дно нашей шляпки до нужного нам размера, мы начинаем вязать ее просто по прямой. То есть без убавок, без прибавок мы вяжем ее ровно, 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 ровно. Опять же вяжем до той глубины, получается, которую нам, которая нам нужна. Мы можем связать ее вообще маленькую, как таблеточкой, такую миниатюрную, коротенькую. Можем более глубокую, можем среднюю. Это все в наших силах и в том, как нам будет смотреться наше изделие, на нашей игрушке. Можем прикладывать изделие к игрушке и смотреть, достаточно ли глубины, особенно если мы на куклу хотим не просто ее сверху, а вот посадить прямо поглубже шапочку, то тогда мы ее вяжем и, одевая на куклу примерочками, уже смотрим, недостаточно ли нам глубины шапочки. Вот я сейчас перейду на столбики полустолбик с накидом, но это я просто для того, чтобы побыстрее дно у нас, ну, как бы, вот глубина добавилась, чтобы показать, как поля вязать. Вы можете точно так же вязать, и оно увеличиваться будет. Ну, конечно же, здесь, если рисунок идет, вот как у меня уже меланжированная пряжа, то тогда и рисунок будет ложиться немного по-другому. Обратите на это внимание, что если мы вяжем столбиками без накида, то у нас узор укладывается по одной, как бы, технологии, что ли, по одной последовательности. Если мы меняем столбики на полустолбики на столбики с накидом, у нас узор точно так же меняется. ну, в общем, очень долго ее вязать похоже. мне, если я буду вам ее все вязать. Ну, в общем, думаю, понятно. Вот хотя, вот, видите, уже она закругляется. А если ее вот где-то вот поглубже связать, то тогда она уже, конечно, приобретет вот приблизительно такой вид. Ну, и поля, как я говорила, поля вяжем по 2 в 1 постоянно, постоянно. В этом случае у нас будет увеличиваться. вот, допустим, вот, допустим, 2 в 1, 2 в 1. Если хотим еще пышнее, чтобы у нас были поля, мы можем через одну вязать 3 в 1, потом вязать 2 в 1, опять 3 в 1, опять 2 в 1. И тогда у нас будут поля увеличиваться. То есть они будут более, как бы, вот, волнистые. Видите, как оно получается. То есть 2, и вот если 3. и точно так же, когда вот оно получается, что вот поле у шляпки будет уже. Ну, и давайте покажу рачьим шагом, как бы, вот, если вот обвязать вот эту часть, край. Я все в полу заготовки, но я хочу просто объяснить, как вот это вот вообще-то все делается, чтобы люди сами могли фантазировать и знали просто последовательность и правила вот этих убавлений, прибавлений. Вот. Делаем мы вот у нас на крючке петелька. Мы ступаем не по ходу вязания, а в обратном порядке по часовой стрелке, не против часовой. Вообще-то мы вяжем против часовой стрелки, а здесь мы, получается, по часовой идем против вязания. Вот у нас петелька на крючке. Ступаем в предыдущую петельку, захватываем рабочую нить. У нас 2 петельки на крючке. Мы их провязываем. Вот опять у нас образовалась петелька. Мы ступаем в предыдущую петельку, захватываем рабочую нить и провязываем ее. Итак, провязываем весь наш ряд, все поле по краю. Ну, вот я на этом закончу. Вот получается, какой аккуратный, аккуратная обвязочка. Ну, думаю, все объяснила доступно. Спасибо огромное за внимание. Жду вопросов, если что-то непонятно. До новой встречи. Пока-пока.